Всем привет, ребят! С вами я, Лера, и в этом видео я вам расскажу, как у меня прошла зимняя сессия. Первым экзаменом была физическая химия. К ней я готовилась примерно с 3 января по 12 января включительно. 13-го был экзамен, но, естественно, с перерывами на праздники. И перед экзаменом у меня было такое чувство, что всё пройдёт хорошо, что я его точно сдам на хорошую оценку. И, собственно, всё так и повела. Экзамен прошёл спокойно. Мне попался билет где-то из Едины там про второй начало термодинамики, изменение энтропии и про влияние давления на равновесный выход продуктов и акции. Билет я написала, потом отвечала устно на дополнительные вопросы, ну и, собственно, по билету получила четвёрку, чему была очень рада. Ну и довольная пошла домой. Дальше была физика. Так получилось, что по физике мне не хватило времени, чтобы хорошо подготовиться, потому что она была 18-го января, и между ней физическая химия оставалась всего 5 дней на подготовку. У нас делились вопросы в билетах на вопросы по электрическому полю и по магнитному полю. По электрическому полю я более-менее тема прошла, но сейчас, изучая всё заново, я понимаю, что прошла их не так углублённо, а магнитное поле я и вовсе не успела. Поэтому посидела на экзамене, подумала над билетом, к сожалению, во время подготовки передавила себя так, что даже не вспомнила то, что успела изучить, и добровольно отправилась на пересдачу. Я знаю, что вместе с пересдачей слетает стипендия, и это единственный экзамен, за которого я её, собственно, и потеряла, но зато теперь будет шанс пересдать на хорошую оценку, и я думаю, что всё у меня получится. Тем более я к этому отнеслась более-менее спокойно, точнее, эмоции я выплеснула за день до экзамена, когда поняла, что не успеваю готовиться, поэтому не очень спокойно, точнее, не спокойно сначала, а потом уже после относительно спокойно, потому что поняла, что это просто новый шанс изучить материал получше, и физика мне в будущем точно пригодится, я думаю. Дальше был английский язык. По английскому языку я сдала экзамен на пятилоку, и экзамен наш состоял в том, что мы учим текст, то есть мы составляем сначала текст на любую научную тему. У меня была тема «Химия как часть естествознания», я сама нашла эту тему и взяла себе, и составляла материал, то есть была страница 4, 1 лист, страница 4, 2 лист, и ещё маленький кусочек на третьем листе, этот текст нужно было выучить наизусть, но подрядовать немножко можно было на экзамене, и подготовить, собственно, презентацию. И сначала я... сначала у меня не очень получалось этот текст учить, а потом всё-таки всё так сложилось, что я всё запомнила и довольно неплохо так рассказала. И я даже до сих пор помню начало своего текста. Ну и к нему была приготовлена презентация, я постаралась сделать её как можно более красочной. Ещё в этот день вышло солнышко, его у нас давно не было, и ещё несколько дней было солнышко, и даже вот сегодня утром тоже было солнечно. Это очень классно, понимала настроение, то есть я проснулась утром ещё, я порепетировала этот текст, когда вышла в день экзамена, именно вышла из дома на экзамен, поняла, что солнышко светит, значит точно всё будет хорошо. Ещё забавный факт, что на экзамене по физки, видимо, я немножечко подсознательно переживала, и когда я вышла просто отручиться из аудитории, я забыла, из какой аудитории я вышла. То есть у нас стояла в расписании одна аудитория, но утром нам её решили поменять на нашу лабораторную. Но я не знаю, что тогда со мной произошло, я когда начала уже возвращаться в аудиторию, начала искать, дёргать за ручки у кабинетов, и, кстати, никак не могла найти, потом вроде сориентировалась, вспомнила, нашла и довольная села дальше делать свою работу. Но реакцию людей вокруг надо было видеть, просто смотрят, думают, девочка какая-то бегает, немножко нервничает, как будто потерялась в пространстве. И я потом такая, да, а такого со мной на экзамене ещё никогда не было. У меня есть хорошая новость о том, что я прошла на капитал органической химии, и по расписанию у нас уже 6 февраля начинается учёба, то есть у нас сейчас каникулы. И 6 февраля начинается производственная практика. Мы пока не знаем, что она из себя представляет, но надеюсь, что будет что-то классное. Ещё на этой сессии, вот прям недавно, я поняла, что учёба в Невере — это классно. Классно также в том плане, что ты никогда не знаешь, что будет, то есть стабильности по сути нету. То есть на экзамене я всё больше открываю что-то новое в себе, в плане, что на экзаменах мы учимся даже устно разговаривать, как-то рассуждать над какими-то новыми вопросами, которых нет в билетах. Также экзамены помогают раскрыться и научиться ещё в плане говорения, что вот на том же английском пришлось снова выступать публично. И выступление публично уже меня не так пугало, как пугало именно выступление на английском языке, но, опять же, я получила от этого даже какое-то удовольствие. В общем, мне понравилось. Эта сессия научила меня тому, что не нужно так сильно переживать, иначе потом можно обрести проблемы со здоровьем. Это тот урок, который вот как раз и повторяется. Говорится, урок будет повторяться до тех пор, пока ты его не усвоишь. И вот на этой сессии опять за свои переживания я поплатилась немного, но всё-таки теперь точно усвоила этот урок, что не нужно так сильно переживать, и нужно также делать нормальные такие перерывы во время подготовки, иначе может потом не только переклинить, но и что-либо похуже. Поэтому я надеюсь, что вы тоже позволяете себе отдыхать во время трудовой деятельности, потому что так вы помогаете и себе, и так даже материал лучше усвоится, если вы будете делать какие-то перерывы между учёбой, ведь наш мозг тоже устает. Он не может непрерывно принимать поток информации. Это вот тот урок, который я вынесла во время этой сессии. Что касается книжки «Дневник мага», её я всё ещё не прочитала. Я хотела успеть до Нового года, но какие-то моменты пришлось повторить из этой книжки, вспомнить, о чём шла речь изначально. На этом полугодии я её точно должна прочитать, потому что у меня в планах ещё маленькая кафе в Копенгагене книжка и книжка «Уютная кондитерская в Париже». Изначально я хотела приобрести только книжку «Уютная кондитерская в Париже», но когда за ней шла, по ошибке, там были похожие обложки, и я взяла маленькое кафе в Копенгагене и решила, что это знак, потому что сюжет там тоже интересный. Поэтому я надеюсь, что обязательно одну зачитаю и прочту ещё две эти книжки, потому что меня привлекают сюжеты, где у героев сбывается мечта их жизни, и также книжки, где герои находят себя и свой жизненный путь. Нам не было приятно провести с вами это время. Надеюсь, увидимся уже совсем скоро в новых роликах. Ну а я желаю вам всем здоровья и всем пока-пока!